Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий. И сегодня вашему вниманию я представляю вебкаст на тему документирования функций скриптов в Windows PWSL 5. Это заключительный вебкаст в группе, посвященной продвинутым функциям и скриптам. Поэтому, если вы не знакомы с данной темой, я рекомендую посмотреть сначала предыдущие вебкасты. Здесь же мы будем подводить логический итог и превращать наши функции и скрипты в максимально похожие на те, которые находятся в системе по умолчанию и были созданы сотрудниками Microsoft. Работаем мы по-прежнему на машинке PSPC01. Это рядовой компьютер в домене Sili Local. На нем установлена Windows 10, корпоративная редакция. Это 64-битная версия системы. Build у нас 21H1. Мои аппаратные характеристики представлены на слайде. Когда мы создаем команды на языке Windows PWSL, как правило, мы создаем функции и скрипты. Но для того, чтобы сделать их чуть более функциональными, мы расширяем их при помощи метаданных, тем самым превращая их в продвинутые функции и скрипты. И для того, чтобы нам посмотреть, как же документировать наши функции и скрипты, нам потребуется некая жертва. Сделаем очень простой пример. Для начала функции, потом, наверное, преобразуем ее в скрипт, который будет искать на системе тяжелые процессы по указанному набору параметров. Тем более, что мы теперь многое знаем. Можно будет это использовать в нашей функции. Function, назовем ее getHeavyProcess. Определяем тело нашей функции. И сразу определяем 7 лет биндинг. Давайте определим какой-нибудь не сильно влияющий на функцию параметр. Пусть это будет разрешение привязывать позиционные параметры. позиционал биндинг true. Готово. Дальше блок параметров. Param. Определим параметр, допустим, string, который будет принимать одно из возможных значений. То есть строчное значение. По умолчанию положим туда CPU. Хотя сразу можно определить, например, набор доступных нам значений. Validate set. Пускай это будет процессор. Пускай это будет физическая память. И рабочий набор. Ну и заодно определим параметр. Метаданные для нашего параметра. Пусть это будет обязательный параметр. И заодно определим позицию для него. Она будет равна нулю. Ну и еще один параметр. Количество возвращаемых элементов, например. Сразу определим, что это параметр. Обязательный. Тип данных integer. Только целые числа. Ну и, соответственно, count. Пускай каждый раз нужно будет его указывать. Здесь значения по умолчанию даже определять не будем. Супер. Определились параметрами. Для начала в переменную процесс затащим все процессы, которые есть на системе. Но для того, чтобы нам было удобнее, сразу их будем складывать в переменную отсортированными. Коммодель.sotObject. По свойству, который у нас определяется в параметре property. Ну и теперь определим элемент, который мы хотим получить на выходе. Значит, если у нас в переменной count значение больше, чем 0, соответственно, мы будем показывать процессы из списка, просто выбирая через тот же самый select object первое нужное количество. А если 0 стоит в count, мы же не запрещали 0 использовать, то пусть возвращает все процессы, как есть. Так, вроде бы определились с логикой. Функция у нас определена. Создаем ее. Пробуем посмотреть, как она работает. Get heavy process. Определяем свойства CPU. Определяем количество 10. Как видим, 10 наиболее тяжелых процессов по процессору мы получили. Абсолютный ноль. Тут есть проблемка, я думаю, она связана с тем, что надо бы сортироваться в обратном порядке. Отлично. Пересадим функцию. Повторим команду. Ну вот так уже больше похоже на правду. Как видим, Edge сожрал все даже больше, чем повышал ICE. Хорошо. У нас есть функция, но у нее нет описания. Как нам задокументировать эту функцию, чтобы любой смог с ней работать, если мы хотим этот код тиражировать и раздавать другим сотрудникам. Для этого используется документирование функций. И есть три подхода. Первый. Это автоматическая генерация справочной системы на базе определения функции. И мы видели, как это работает. Например, через GetCommand с ключом Syntax. И видели Syntesis. Видели, что он, например, пропускает динамические параметры. Ну, посмотрим сейчас еще раз, как это работает. Далее. Можно определить справку на базе комментария. Это очень популярный и достаточно простой способ. Сегодня мы его и будем рассматривать. И третий вариант. Можно привязать внешний файл справки, который, по сути, будет являться файлом XML, заполненном в формате MAML. Это Microsoft Assistant Macup Language. Очень непростая штуковина. Многие ее недолюбливают. В чем-то они, возможно, даже правы. И в сегодняшнем вебкасте мы его смотреть не будем. Скорее всего, мы к нему придем, когда будем разговаривать про модули. Тем не менее. Как мы можем документировать наши функции скрипты при помощи автоматической генерации и определения справки на базе комментария? Во-первых, автоматическая генерация уже есть. Если я вызову getHelp для моего getHeavyProcess, я увижу, что есть имя, есть синтаксис, псевдонимы значений отсутствуют. Могу, в принципе, использовать дополнительный ключик full, чтобы видеть все, что он генерит. И так как у меня CMD Binding привязан, у меня есть описание common parameters. А также на базе определения статических параметров есть информация по требованию, по позиции, где она определена. Является ли этот параметр динамическим? Это пару вебкастов назад мы создавали динамические параметры. Нет, мы понимаем, что это статические параметры. И так далее. Здесь же, кстати, псевдонимы, если бы были определены для наших параметров. И так далее. Тут, я думаю, не сильно сложно. С этим все более-менее понятно. Но этого описания может быть недостаточно. Для того, чтобы сделать человеческое описание, мы можем использовать справку на базе комментария. Справка на базе комментария для функций может быть размещена внутри тела функции, либо в самом начале, либо в самом конце, либо для функций перед ключевым словом. В случае со скриптом вне тела размещать не получится, поэтому либо в начале файла скрипта, либо в конце. Тут уже полностью на ваше усмотрение. Что ж, как выглядит синтексис комментария справки? Он состоит из тегов. Теги всегда начинаются с точки. Затем идет текст, ровно до следующего тега. И так далее. Причем теги, технически некоторые теги, могут повторяться. Как выглядят теги? Теги у нас довольно разные. Это может быть короткое подробное описание. Описание каждого из параметров. Примеры использования. Входные данные, выходные данные. Заметки, ссылки. Можно связанные технологии подвязать сюда. Также можно определить роль для пользователя и предназначение данной функции. Есть раздел, связанный с указанием привязки к справке. Это Forward Help Target Name и Forward Help Категории. Также у нас есть возможность указания переменной с удаленной сессии PassSession, если данная функция собирается использоваться для удаленной работы. Ну и можно указать путь к внешнему файлу справки, если он находится за пределами тела функции скрипта. Здесь все понятно. Давайте пробовать. Итак, вот наша функция. Мы посмотрели автоматически сгенерированную справку. Она нас совсем не устроила. Поэтому встаем в начало и начинаем пробовать. Определяем комментарий в самом начале, еще перед Samblet Binding. Добавим пустую строчку. И, соответственно, теги. Первый. Синопсис. Короткое описание. Что делает данная функция? Она возвращает тяжелые процессы на системе. Добавим более подробное описание. Description. Примерно то же самое. Ну, укажем, что возврат идет по указанным параметрам. Причем это можно прописать, например, CPU, Physical Memory или Walking Set. Правильно будет вот так. Дальше параметр. У нас их два. Опишем параметр. Первый параметр свойства. Property. Он указывает для поиска тяжелых процессов Доступные значения. Можно и их прописать. Допустим, CPU. Процессор. Physical Memory. И, допустим, Walking Set. Так, один параметр описали. Опишем и второй параметр. Он у нас count. И он попроще. Кстати, у нас же там процессор стоит как значение по умолчанию. Можно ему какую-нибудь звездочку поставить, чтобы он выделялся. Так, здесь вроде бы тоже все описали. Определим, что входной поток у нас не определен. То есть, никакой ввод не может быть передан нашей функции. На выходе можно указать, что мы возвращаем. В данном случае это будет процесс. Типу процесса, если я не ошибаюсь, что-нибудь типа System Component, Model Component. Так, это мы определили. Ну, давайте добавим еще заметку. Notes. Это у нас demo function for PowerShell CrashCose. Добавим ссылку. Дополнительная информация может быть найдена, например, у меня в блоге. Готово. Ну и давайте сделаем парочку примеров. Example. Первый будет состоять из вывода всех процессов, отсортированных на базе процессора. List all process sorted by CPU. Выглядит, это будет как-нибудь, наверное, вот так вот. Get heavy process minus minus property CPU. Работает он так. Get heavy process minus property CPU minus count 0. Да, работает. Отсортированные по процессору. Скопируем его сюда. Так, еще один пример. Example. Ну, давайте пусть простой будет, типа list five process sorted by physical memory. соответственно, все то же самое, только pm количество 5. Можно было с выводом добавить, но я думаю, это уже вы без меня сможете сделать. Так, готово. Вроде бы все верно, ошибок вроде бы не допустил в названиях. Пробуем. Создали эту функцию заново. Она как работала, так и работает. Но если мы попросим get help по get heavy process, то, как видим, он его не принял. Давайте смотреть, где я ошибся. Так, синопсис верный, description верный, параметр верный, параметр верный, ага, а вот и ошибка. inputs, outputs, заодно все остальное проверим. Notes верно, link верно, example, example. Переопределили заново. Get heavy process, о, имя, описание, синтаксис, get heavy process, сисву, баспетсифиат параметр, additional info, уже что-то есть. Ну и если я возьму полную справку, давайте, знаете, как ее возьмем, через show window и посмотрим полностью. Get heavy process, описание, параметры, причем, то, что я здесь определял, все показывается. синтаксис, выходные данные, входные данные, выходные данные, примечания, и, соответственно, два примера, тоже здесь прописаны и показаны. Вот, таким вот образом мы можем определить справку на базе комментария для нашей функции. Как бы это выглядело для скрипта? Да, очень просто. Убираем определение функции, убираем лишнюю скобочку, сохраняем наш скрипт, например, на рабочий стол, назовем его скрипт 1, вызываем экземпляр повшел, переходим на рабочий стол, видим наш скрипт, get help по скрипту 1, идет поиск справки, не найден. А, ну понятно, почему не найден, дело в том, что get execution policy у нас запрещено выполнение скрипта. Запустим повшел с с другой политикой выполнения policy bypass и теперь get help мой скрипт и, пожалуйста, он уже справку тащит из него. То есть ничем функция от скрипта в плане документирования отличаться не будет. отлично, подведем итог. Вот мы познакомились со способами документирования функций скриптов и с тем, как создается справка на базе комментария. Ну а также разобрались с синтезисом и примерами тегов. Если хотя бы один тег у вас записан с ошибкой, то весь комментарий не принимается в качестве документации ни для функций, ни для скрипта. Ну и понятное дело, чтобы получить справку из скрипта, скрипт должен иметь возможность выполняться в оболочке. Для этого нужно, чтобы политиковое выполнение это позволяло. Ну, про политиковое выполнение мы в группе вебкастов про скрипты говорили и в самой первой группе вебкастов также говорили. Отлично! Это был восьмой вебкаст в группе. Ну и теперь, я так полагаю, ничего нам не мешает, чтобы перейти к модулям в следующей группе вебкастов. На этом же материал данного вебкаста, как и данной группы, подошел к концу. Спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы и пожелания, представьте их мне в почту www.lebedefury.gmail.com Подписывайтесь на новости у меня в блоге. Ну и все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Пройти комплексное, авторизованное обучение по Windows, по VSL и не только вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а за мной можно наблюдать при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!